временно оставим кухню в покое там осталось постелить линолеум и купить стол и переходим на ванну ванна долго уже ждет своего часа и вчера ее час настал я видео не снимала но я за штукатурила вот эту стену вот до сюда до ванны панели эти что-то меня разочаровали пластиковые они красивые все нормальные но я решила что я не хочу покрывать вот это вот все пространство панелями как я хотела хочу сейчас ее зашкурить вот уже все приготовила и буду ее просто красить мне очень нравятся покрашенные стены и с ними гораздо легче управляться чем потом сдирать вот этот пластик который все равно естественно идет как временный вариант и еще вчера я работала над вот этой трубой вот здесь я все сделала там был очень неровный край сейчас не надо будет его еще подшкурить и вот здесь в этом месте тоже вот это у меня специальная шпаклевка по металлу по бетону вот я здесь сделала все красиво аккуратненько и сейчас уже можно в принципе будет красить эту трубу и вот я уже сняла вот эту канализационную трубу за одно сейчас ее помоем вот там заглушкой сейчас все закрыла и стало конечно гораздо легче вот здесь за трубами все все это делать туда дальше глубоко я не иду вот я до сюда где-то вот до трубы делаю красиво а дальше я уже просто покрашу и не буду касаться вот этого пространства за ванной я там на разочек все равно конечно шпаклинула там более менее чистенько все красиво все вот эти плинтуса я там тоже вывела в общем там нормально но идеально я там делать уже конечно не буду вот и вот сейчас доделаю вот тут вот стеночку хотя ее тоже конечно не будет за трубой видно поэтому можно без фанатизма ну вот я продолжаю дальше разбирать трубу и помою приведу эти трубы в порядок вот так вот это мне приходится делать в унитазе потому что канализация перекрыта до этого момента в общем в принципе довольно удобно тут конечно я такой бардак развела но ничего сейчас как раз я все помою и приберу здесь ребят ну в общем я вам издалека показываю весь этот ужас потому что вблизи это смотреть невозможно трубы забиты там столько грязи это просто ужас вот те я уже вычистила сейчас у меня осталась вот эта длинная труба чтобы ее снять мне пришлось вот здесь все отодвинуть и вынимать ее вот уже отсюда с этой стороны вот но не сделать этого я не могла потому что ужасно забитые трубы прям конечно кошмар какой-то хорошо что я это обнаружила вовремя сейчас я их помою почищу в общем ребята у меня уже здесь такая относительная чистота и осталось только все поставить на свои места до конца последний элемент моей системе вот такой вот мне нужен переходничок на кухню тоже чтобы шланг вставить вот как здесь видите очень удобно и все соединить все эти трубы сейчас я аккуратненько все сделаю подсоединю вот этот слив для ванной заглушка у меня идет сюда в общем все прекрасно и так сегодня я приступаю грунтовки ванной комнаты я постаралась защитить самое главное полотенце сушитель сейчас возьму влажную сразу тряпочку воду чтобы вытирать он все уже падает буду здесь аккуратно кисточкой они валиком вот приготовила уже все инструменты для грунтования вот ну показывать здесь и этого ничего не буду потому что ничего не будет видно но все останется таким же как есть но поверхность прогрунтованная вот как здесь в коридоре это конечно как небо и земля она не мажет она прочная у меня грунтовка глубокого проникновения и вот на такой поверхность уже можно очень хорошо накладывать краску она и впитываться будет меньше и ложится лучше в общем грунтовать обязательно кто-то делает ремонт или сбоку или сверху второй день слышите как дрель гудит там или что ну в общем а я ванну закончила кроме за ванной уже не стала ее отодвигать сегодня и за унитазом прям в самом вот там вот убылку там надо все промыть прочистить и я не могу это сделать а унитаз снимать у меня уже сегодня сил нет но зато машинку не отодвигала за машинкой я все сделала за трубами все 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 сделала и даже вот здесь за бочком я всем прогрунтовала то есть вот эти площадки все плентуса все вот это я тоже прогрунтовала все помыла даже пол уже части тоже под машинкой вот здесь вот уже захватила вот так что осталось помыть мне мои инструменты, и все, устала, если честно, пойду отдыхать. Уже такое ощущение, кстати, классное, как будто я ее покрасила. Тут и запах такой, и чистотой прямо вот ощущается эта чистота. Камера не передаст, но я чувствую все это. Лампу надо менять. Костя придет на следующей неделе, тоже все это надо делать. Вот, коридор у меня прогрунтован. Кроме вот этого вот кусочка с полками тоже. Костя все это доделает, я дошпаклюю. И на этом все. Наверное, невозможно будет сегодня снимать видео. У соседей ремонт. Они трещат, слышите, как? Но, тем не менее, моя ванна вся уже высохла после вчерашней грунтовки. Я хотела сегодня красить вот эту трубу, но поняла, что сначала, наверное, нужно покрасить потолок. У меня для этого есть краска специальная, вот такая хорошая, защита от плесени, моющаяся, полуматовая, высокоукрывистая. Очень интересно попробовать эту краску. Шиммерл Шульц. Единственный вопрос. Я хотела же колеровать эту краску или в сероватый такой оттенок, может быть, слегка сиреневатым. У меня есть два красителя для этого. Я думала, может быть, не надо здесь делать стены и потолок отдельно. Их сделать всех одним цветом. Не выделять потолок белым, стены другим. Потому что тут будет идти панель, потолок здесь небольшой. Вот этот кусочек отделять, может быть, нет смысла. Например, в Анкоридже у себя я не выделяла. Я красила ванной все одним цветом. Не надо, опять же, выводить вот эти края. И нету вот этого стыка, контраста на переходе цветов. В общем, сейчас я попробую в маленькой баночке что-то навести, что-то попробовать, посмотреть. С первого взгляда красочка прямо вау! Посмотрите, какая просто-просто похожа на те краски, которыми я крашу ванкориджи. Вот если честно, у меня там тоже обычно полуматовые. И вот они не густые. И вот прямо текстура чувствуется. Не знаю, пока прямо очень нравится. Сейчас посмотрим, какая она будет в работе. В общем, я не стала оригинальничать. И навожу светло-серый цвет здесь на ванну. Он мне тут тоже ко всему подходит. Есть большой соблазн сделать чуть-чуть потемнее. Но с другой стороны, не хочется, чтобы ванна была темной. Это очень маленькое помещение. Хочется, чтобы она была светлая. В общем, сейчас здесь такой цвет примерно наведен у меня, как на кухне. Ребят, давайте проведем эксперимент. Вот у нас есть две краски. На вид это гораздо серее, это гораздо светлее. Это две разные краски. Это у нас Парад. Это у нас Шиммерс Шульс. В общем. И есть такой соблазн домешать эту краску темнее. Но теперь давайте посмотрим, что у нас происходит при покраске. Это красочка у нас. Во-первых, она гуще. Во-вторых, она матовая. Вот. Мы ее вот сейчас здесь накладываем. Лучше даже на два раза положить. Потому что со второго раза цвет краски меняется. Но мы уже тут не будем сильно ждать. И вот, казалось бы, вот такой цвет. Это цвет, которым у нас покрашены стены в кухне. Теперь вот так аккуратненько другой стороной кисточки мы берем эту краску и рядышком красим. И посмотрите, видим, что цвет гораздо светлее. Краска гораздо жиже. Она полуматовая. То есть у нее есть легкий глянец. Вот они нам, два наших образца. Теперь мы вернемся к этому кусочку через какое-то время, когда они высохнут. И вот спустя какое-то время, посмотрите, что мы видим. Вот эта краска правая, я это знаю по кухне, она очень сильно светлеет в процессе высыхания. Вы видели, может быть, кто помнит, по вот той темной стене, акцентной, которую я хотела сделать, темной, но когда она высохла, она стала на порядок светлее. Эта же краска ведет себя совершенно по-другому. Она, наоборот, высыхая, темнеет. И вот сейчас, несмотря на то, что немножечко отличаются оттенки, мой, он как бы по голубоватее, посереневатее, этот чуть-чуть посерее, но по цвету они, посмотрите, абсолютно одинаковые. Так что иметь надо вот это в виду для того, чтобы не ошибиться, когда наводите краску, чтобы не ошибиться. А в банках вот это смотрится вообще светлой, это смотрится гораздо темнее, и у меня было искушение добавлять и добавлять вот сюда серого цвета. Хорошо, что я этого не делала. Ой, ребят, ну страшно что-то мне. Вот кажется, что цвет темный, хотя он даже светлее, чем на кухне. Он немножечко посереневее, может, думаю, надо было сделать посерее. Короче, на первый раз никогда не видно толком цвет, особенно, когда вот такое резкое различие со стенами. Он мне кажется вот так вот каким-то голубовато, сиреневатым. Без этой лампы вроде как он сероватый. На потолке вообще кажется синим. Вот так. В общем, не знаю, что за цвет у меня здесь получается. Вот. Мне хочется сейчас его посерее. Я думаю, может быть, я сильно много сиреневого добавила, хотя я, в принципе, добавляла два к одному. Две части черных, одну часть сиреневую. Примерно вот такое я старалась делать. Количество, но посмотрим. В любом случае, я не хочу переделывать уже, как будет, так будет. Вот на следующий раз зато я примерно буду знать, что мне нравится больше, что мне нравится меньше. Экспериментировать тоже интересно. Я пересмотрела свое старое видео, кстати, с Аляски, как я красила ванну. Я тоже там не угадала краску, хотела более зеленую, купила более салатовую какую-то. Но, тем не менее, когда все покрасила, она все красиво, но все замечательно. Ребят, в общем, крашу по второму разу потолок. Решила вам показать, чтобы можно было увидеть разницу. Вот, по первому разу видите, сколько проблесков, просветов. Вот, на второй раз укрывается лучше. На второй раз я крашу поперек. И, возможно, придется на третий раз еще красить. Посмотрим. Так что, сейчас я пройдусь по второму раз в потолок и вот эти две стены, которые у меня есть, и буду отодвигать унитаз, мыть там, за трубой все вычищать, готовить это место уже. Ну вот, посмотрите, что получилось на второй раз. Вы знаете, сейчас мне уже не кажется это никаким голубым. Наоборот, такой приятный серо-голубой цвет. Больше даже к серому, чем к голубому. Очень красивый. Теперь мне он уже нравится. Ну вот, он при разном свете по-разному выглядит. Вечером захожу одно, днем захожу другое. В общем, не знаю. Ну, нормально. Очень-очень даже хорошо. Не знаю, на третий раз буду красить или нет. Стены очень сильно впитывают краску. Краски уходит мало. Тоненьким слоем ложится она. не знаю. Нетрудно покрасить. Можно и на третий раз. Ну вот, я отодвинула унитаз. Сейчас я закрою вот эту дыру, заткну. У меня есть специальная заглушка. Там довольно чистая труба у меня, я смотрю. А вот отсюда, начиная, я все вообще капитально почистила. И здесь вот этот край почистила сколько могла с этой стороны. Так что трубы у меня по крайней мере вот до этого момента я могу с уверенностью сказать, что очень чистые. Вся канализация чистая. И вот теперь остается здесь все помыть, прибрать окончательно уже. Я до сих пор не знаю, чем красить мне вот эти вот плентуса, мордюры. вот эти вот уборочные работы, они занимают времени в два раза больше, чем отделочные работы. Я провозилась два часа, все вот это вымывая, показываю вам результат. Сделала все, что смогла. Тут вот стену под штукатурила, подшпаклевала вернее. Все чисто. Единственное, что у меня случилось, тут такая неприятность. Стал подкапывать вот этот краник. Он очень старый, он не сильно, но подкапывает. Не знаю, что делать. Мне придется кого-то вызывать, чтобы краник этот поменяли, потому что он на стояке, на главном. И сама я его поменять, естественно, не смогу. Этот кран тоже, который идет на унитаз, он тоже очень плохой, он тоже практически не закрывается, но он меня мало беспокоил, потому что я могла всегда перекрыть общий. но теперь общий капает, видите. Тем не менее, вот у меня есть такая краска для радиаторов отопления. Именно этой краской я сейчас буду красить стояк. Красить его буду белым цветом, не серым, в цвет труб. Пусть они все здесь одинаково идут втроем белыми. Всегда можно перекрасить и серенькие, просто вот эта серая краска очень хорошая, мне она безумно нравится, но она таким тонким слоем ложится, а вот эта труба все-таки не идеальная, у нее всякие впатинки, выпуклости и вот эта краска, я ей уже красила батарею в кухне, она закрывает вот такие все дырочки мелкие, я думаю, что ей будет лучше, так что приступаем, в общем, с первого раза ничего не укрывает, я тут стараюсь так все это аккуратненько выкрасить, стену я беру вот такой штучкой, я ее буду продвигать вот так вот и красить, чтобы не задеть стеночку, буду красить на несколько раз, например, трубу на кухне газовой пришлось мне раза на четыре или на пять красить, а она уже была покрашена, то есть было легче, то есть с этой придется, конечно, повозиться, ну, в общем, с первого раза что-то не очень, так вот, практически ничего не укрыла, поэтому я решила призвать на помощь валик, попробовать им, валиком у меня на кухне по-крайней мере получалось гораздо лучше, во второй раз даже кисточкой уже лучше идет, вот, но валиком, валик он как-то лучше разглаживает, что ли, сейчас посмотрим, и надо было мне его, единственное, надо было мне его намочить, он сухой, он сейчас снимет эту краску, вот, ну, вообще, валик он должен положить ровно, сейчас я его намочу, промочу, хорошо, и покажу еще раз, в общем, гораздо, гораздо лучше получается, во-вторых, у меня заходит прямо вот туда, за трубу, этот валик, очень, 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 глубоко, сейчас одной рукой не очень удобно, в-третьих, это быстрее в пять раз, в общем, зря я затеяла, кистью надо было сразу, сразу начинать вот так вот красить валиком, но я не стараюсь сейчас опять же закрасить полностью, будет еще третий раз, может быть, даже четвертый, лучше несколько тонких слоев, чем налякать толстым слоем с подтеками, и вот показываю вам такой вот промежуточный результат, у меня здесь труба покрашена на два раза, и по цвету она сейчас стала очень сильно похожа на стены, вот я теперь сомневаюсь, может быть, мне все-таки ее сделать не белой, а такой же, как стены такого же цвета, может быть, она тогда будет больше, меньше выделяться, как вы думаете, что лучше, белая труба, или вот такая, такая же, как стены, серая, здесь я тоже все докрасила по второму разу, краска, вот эта мне очень нравится, очень, и вы знаете, я провела тест на смываемость краски, вот эта краска, которая была покрашена, и вернее, покрашена кухня, вот эта краска, которая покрашена ванна, я взяла мокрую тряпку с жидкостью для мытья посуды, и очень сильно эти участки терла, и как видите, в результате кухонная краска практически вся смылась, а эта краска просто стоит намертво, это покрашенная, причем на один раз здесь, я теперь жалею, что я такой краской не покрасила кухню, потому что, сейчас я вам покажу, еще даже не начав толком пользоваться кухней, я уже вот здесь заляпала стену, пыталась ее отмыть, ничего у меня не получилось, вот эти пятна так и остаются, и вот где я усиленно терла, краска начинает сниматься, в общем, я думаю, что эта краска, которой я пользовалась на кухне, это не очень хороший вариант, я очень аккуратная, и то вот такое у меня произошло практически сразу же, я вообще представляю, что здесь будет, если поселятся жильцы, которые, не дай бог, будут не очень аккуратными, в любом случае, эта краска в магазине позиционировалась как моющаяся, я ничего моющегося в ней не вижу, я немного расстроилась из-за этого факта, переделывать я, конечно, кухню уже не буду, тот кусочек я сейчас подкрашу, у меня осталась запасная краска, но вот этой именно краской парад, на которой написано моющаяся, влагостойкая для ванных, для кухонь, по-моему, и ванных она, сейчас я вам ее покажу, ею красить, кухни я вам не советую, это надо будет просто здесь ходить на цыпочках и любое пятно, вот какие-то опасные зоны здесь, около печки, около раковины, я думаю, что они очень быстро придут в негодное состояние и при всем желании помыть, просто помыть эти места не удастся, вот, например, в Анкоридже у меня краска, которой я крашу кухню и комнаты, она очень легко моется от любого жира, у меня вот жир, например, около газовой, у меня электрической, около печки, где-то она брызгала, я просто беру моющее средство и смываю любые жирные пятна с краски, с краской ничего не делается, я почему-то думала, что вот эта краска будет примерно такой же, но сейчас к своему великому сожалению, я обнаруживаю, что это не так, проблемы огромные нет, конечно, можно все это перекрасить в любой момент другой краской, более надежной, более прочной, но когда ремонт только сделан и сразу на первом этапе выясняются вот такие нюансы, это, конечно, очень неприятно. Ну, окраска в ванной комнате очень хорошо пока на данный момент себя показывает, я ей довольна, так что продолжать буду ей красить здесь стены и потолок, я думаю, пройтись по третьему разу, расход краски небольшой, она ложится ровно, она прочная, в общем, пока я ей довольна. Ну, и напоследок, давайте я вам покажу эти краски, о которых я говорю, вот интенсив от фирмы парад для стен в кухне и ванной комнаты, матовая, краска, которой покрашены у меня стены на кухне и в которой я разочаровалась, вот у меня еще целая банка этой краски белой, ей я теперь покрашу потолки в коридоре и вот в комнате здесь мне как раз этой банки хватит, а стены в коридоре я решила красить вот этой краской Шимель Шутц от фирмы Дуфа, эта краска в два раза наверное дороже вот этой, но она и гораздо лучше, и она вот написана идеально для кухни ванной и квартир студий вот она полуматовая полуматовые краски они моются гораздо лучше чем матовые матовые моментально все в себя впитывают на Аляске например я все крашу именно полуматовыми красками но насчет краски для радиаторов ничего сказать не могу вроде как она хорошо ложится и держится я и красила и батарею и трубы в общем пока у меня к ней претензий никаких не возникало в общем вот такой небольшой обзор по красочкам и на этом на сегодня все